Где-то недооценивали соперника, но самая, наверное, такая неприятная ошибка это вот драка на Рошане, которую они решили устроить, ну даже не драк, они решили забрать Рошана на предыдущей карте, когда получили достаточно серьезный пиков, но это произошло все там на 13-15 минуте, респауны у героев соперника очень низкие, то есть они там буквально через 30-35 секунд все появились, пришли туда и дали бой. И, конечно же, вне позиции Минески не могли драться, там тоже и Гирокоптер там был, и Лина там была, то есть Тауи очень сильные, ну и в результате Минески там все просто-напросто погибли и отдали Рошана. После этого уже они, конечно, могли выиграть, но они там еще пару закидонов совершили, после чего уже, соответственно, Сидеки их элементарно дожали. Ну, тем не менее, они аналогичный пик пытаются реализовать сейчас, пик у Слордара пикают Шипа, у Сидек появляется Гирокоптер, но еще появляется Тускар, герой тоже достаточно хороший, я не помню, что было с ним на предыдущей карте, его банили или нет, честно, куда же, наверное, посмотреть, если найду эту игру. Ну, это, наверное, не очень просто будет, потому что, потому что, потому что куда-то пропало, куда-то она пропала, а нет, вот, 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 кажется, я вижу. Ну, а тем временем, пока мы видим, как команда Минески появляется Винтер и Верна, нет, я не вижу, и опять хочется сказать, что пик вообще никак не меняется, они абсолютно берут то же самое. Интересно, кстати, на ком будут Гардер играть на этой карте, из его таких сильных героев, опять же, хочется отметить Баунти Хантера, которым он великолепно отыгрывал во времена Т.И.5, сейчас же Спирит Брейкер был тоже неплох, к нему вообще никаких претензий по матчу нет, единственная, как бы, такая загвоздочка, где мы с тобой обсудили, это возможность появления Хэнда в Мидос. Да. Так, Ку, будет ли как-то, извиняюсь, традициям, нет, новая Лина. Ну, вот под эту комбинацию, если второго саппорта Сидеки будут выбирать, то можно взять, ну, если ребята хотят взять что-то ровнощее, тоже похожее на Братрума, для того, чтобы СФ в миде пинать, можно взять Баунти Хантера, как ты уже вот отметил, этого героя. Сидеки могут его попытаться пикнуть, ну, а если не собираются они брать Баунти Хантера, можно взять что-то наподобие Дазла. На мой взгляд, Дазл с Тускаром отлично сочетается. Айтс из Герокортера, да вообще, я уже миллионы раз повторял, что Дазл это один из лучших персонажей, один из лучших саппортов на данный момент в этой мете. Четвертый пик от Минески. Вот, собственно, Баунти Хантер появляется, да. О, я думал, что у него все Дэк появится. Да, я думал, что пожалели отдать с Дэком сейчас его, потому что момент сейчас настал с Дэком взять их героя, это Баунти Хантера. Они не стали его отдавать, потому что редко когда можно было заметить, что Минески бы играли с Баунти Хантером. Это было крайне редко, и получался он не во всех случаях. Хотя у СДэк процент соотношения хорошего Баунти Хантера, плохого Баунти Хантера в разы лучше. Ну, напомню вам, друзья, что еще Висадж брали Сидэки на предыдущей карте. Тускар можно было бы сделать Хардлейновым, тут еще остался из хороших саппортов. На самом деле против Винтера Виверна, Слардара. Тебя хорошо проявил на предыдущей карте, действительно. Скай Мага иногда берут против Винтера Виверна, но мне, честно говоря, не сильно нравится. То есть я считаю, что если ты берешь Скай Мага исключительно против Винтера Виверна, то это как-то странно. Ну, потому что один Глиммер Кейп и все, и ты уже никак не контришь. Висадж у Сидэк банится бруда. Ну, вот на этот раз Минески были сыграть чуть хитрее. Ну, вот что касается Куту, мне кажется, что надо что-то похожее на... Может, Эмбер Спирита убрать? Да, вот Эмбер Спирита он убирает. Я еще думал, что у СДэков появится герой наподобие Вич Доктора. Нежели Висадж. Висадж более, как бы, как-то таки подходит под слово, это наш пик, это наш герой. Вич Доктор все же здесь был бы тоже неплох на масс-файта, потому что именно этим занимали... Именно этим занимались СДэк на протяжении всей прошлой карты. Хотя Висадж там себя опять же неплохо проявил. Слушай, и Минески, ну, как альтернативу имел в виду Вич Доктора. А Минески, Ласт Пик, времени предостаточно у них. Это минут 45, у них бонус, но у времени сейчас стоит, возможно, им воспользоваться, потому что Ласт Пик сейчас все опять же за командой СДэк Гейминг. Именно последний пик. Поэтому стоит все-таки сейчас подумать и над появлением соперников какого-либо героя у них. И себе подумать. Мы видим Слордара, СФ, Ави Верны и Баунти Хантера. Баунти Хантер все же здесь как сопер. Слордар, Хардлендер, СФ, Мидл, Кор, герой нужен, забанили Эмбер Спиритом. Слордар, мы уже с тобой это обсуждали, да, это все-таки не так часто сейчас особенно. Хотя когда-то было довольно-таки часто. Помним, еще во времена Тиайфайб, которые были фактически не так давно. Где и Вега там, Паша на Слордаре как Кор играл и так далее, и так далее. Много примеров можно привести. Ну и вот минута остается. Какие у тебя предложения насчет последнего пика? Если ты вот предвидел Эмбера, то предвидишь пики? Ну обычно, если берут СФ, берут что-то похожее на Эмбера, какого-то Семикерри. Тут разные варианты. Можно увидеть что-то наподобие Сларка, мне кажется. Ну вот Джиггернаут какой-нибудь здесь еще появится. Азиаты очень любят Джиггернаутом играть. Если взять что-то из... Что-то похожее на... Так, как Воппин Офпейн у нас в бане уже, да? Я думал, может, Квин Офпейн появится. Пейн. Так себе. Ну, можно попытаться перефармить. Например, вот мы видели, как вчера Апнатик играли. Вот похожим тоже пиком. Они брали антимага. Не страшно ли играть антимагом против таких активных персонажей, которые есть у Сидек, поэтому нам, взгляд, антимаг тут вряд ли. Ну, Джиггернаут с Ларк, мне кажется, вот такие тривиальные персонажи могли бы подойти. Что-то более такое сложное здесь придумать. Может, что-то там Минески и заготовили. Сейчас узнаем. Ну, вот видишь, антимага взяли. Ну, не побоялся. Я бы, на самом деле, побоялся бы играть с антимагом здесь. Потому что, ну, Герокоптер, Лина, Висаж. Вот когда ты видишь хоть одно какое-то пассивное звено в пике соперника, ну, хотя бы в какой-то степени, да? Вот когда Фнатик играли, они увидели Лича и Андайинга. Они, конечно, рисковали, брав антимага в такой ситуации, потому что Лич и Андайинга, это герои, они активные очень на лейн-стадии, да? Но потом в мидгейме они антимагу вообще ничего не делают. Эти два саппорта, они никоим образом не могут навредить антимагу. А здесь у Сидек и линия очень сильная, и в мидгейме хорошие передвижения будут. То есть, на мой взгляд, тут антимагом играть крайне опасно. Посмотрим, получится. Ну, а что касается Сидек, им нужен второй саппорт. Второй саппорт против антимага какой-нибудь хороший, если это вообще не тускар саппорт, да? То тут, опять-таки, может быть... А! То есть, тускар саппорт, тайтхантер, хардлейн. Ну, что ж, такого я давненько не видел. Вот вчера Эджин нам показывали, как играть на Тайтхантере. Против натик у них это получилось сделать. Посмотрим, получится ли у Сидек. Да уж, мой интересный пик. Ну, Шики вновь играет на линию. Неплохо получилось. Гардер на таске. Но, опять же, да, к слову, опять же, о предпочтениях Сидека и Гардера. Ровнищий герой исключительно, который имеет такую возможность. Он и в прошлый раз сыграл на ровнищем герое. Это, как спиритбрекер. Теперь он будет ромить на таске. Вполне себе подходящий для этого героя. Я думаю, что будет интересно за этими муми посмотреть. И, опять же, представим команду. Я начну с команды. Теперь пускай будет Сидек. Ку играет на Висаджи. Хезе играет на Тайтхантере. Гардер играет на таске. Шики на линии. И агрессив на Гирокоптере. Команды Минески. Рейджинг на Шэдоу Финде. Райер на Слардаре. Джесси на Баунти Хантере. Ку-ку на Антимаге. И Джулс на Винтер Виверне. Так. У нас Минески снова на Радиан стороне. Снова у них Винтер Виверна. У них, кстати говоря, два таких саппорта. Баунти Хантер и Винтер Виверна. То есть, наверное, она... Позже будет стоять рядом с Антимагом. Потому что надо будет как-то помогать здесь. Один не отстоит против Тайтхантера. Нормально. Хоть у него и лечение тут достаточно хороший запас. Но вот тут Баунти Хантер выполняет роль Винтера Виверны. На предыдущей карте, да. Я вам напомню, что на предыдущей карте Винтера Виверна стояла исключительно в миде. И помогала СФу. Здесь же придется Джулсу отправиться на сейфлейн. И там пулами заниматься. Или там гонять Тайтхантера. Он один, наверное, не сможет так хорошо. По крайней мере, там, чуть-чуть его похарасить. Чуть-чуть его как-то побить. И потом отправиться в пулы какие-то вершают. Так, тут говорят Джесси. Но он спалил всю контору, да. Увидел оппонента. Так, Шардери, детекшн. Но Шардери не запер. Гардер не получилось. Да, несмотря на то, что замедлили достами, сейчас не вышло полностью его остановить. Ну, как минимум, даже вот этот Мул с его стороны не представлял особой, как бы, пользы. Потому что, ну, дал знать, что, как бы, Зреки там не готовят какую-то там движку. Просто заберут свою руну и отправятся дальше на линию. Так что, хотя бы на этом сочтемся. У него еще Варда с собой есть. Сейчас важно, где он их воткнет. И что он сделает на этом Баунти Хантере сейчас очень важно. Потому что героям нужно реально отыграть очень хорошо. Потому что он бегает в ровме. Он должен где-то получать экспузы какие-то гадости. Да, и... Если он этого не сделает, тем позже появится трек. Тем позже он будет вообще себя реализовывать, как какой-либо герой. Сейчас пока что в миде мы его видим. Он при помощи арбы, еще вдобавок, замедляет Шики. Но Шики есть чем ответить. Шики, кстати, без Сентрей. То есть ему тут Баунти Хантер действительно может очень много напакостничать. И с этим, конечно, должны Сидеки что-то сделать. Вот подошел у нас Висэдж, поставил Сентрю. Баунти Хантера Сентря тоже имеется. Причем еще одна. Вот, а Висэдж уже Сентрей, насколько я знаю, не имеет. Да, поэтому можно будет сейчас эту Сентрю захавать. И элементарно тут танка зарегенится. Оп! Жрал. Огромный ХП-реген получается сейчас. Жесси. И пытался еще Шики подкотаться. Да, кстати, очень хитро. Сидеки расставили свои линии. Они против антимага отправили 3-плюс герокоптером. А на топ поставили Тейк Хантера. То есть, таким образом, Сидек, да, у нас Ферстбат, скорее всего, будет сейчас на боте. И тычечку сделать, герокоптер. Да. Даже герокоптер килл достается. У него инстант тычка. Хотя уже Кьюз сделал удар. Именно Ферстбат достает скоро героя Сидек, что, опять же, приятно. Да, так получилось, что Сидеки расставили линии. И именно таким образом, что антимаг не будет фармить. И Слардар на топе не будет фармить. То есть, у них 2 линии из 3 уже должны быть выиграны. Вот, что же касается мида. Ну, тут, конечно, задача Баунти Хантера. Хорошо, если Баунти Хантер сможет убивать Лину. А, кстати говоря, на топе у нас сейчас будет, видимо, попытка убить ХЗ. Если Баунти Хантер на топе перетянется, то там и Тайд Хантера может убить. В общем, основное звено сейчас это БХ. Из-за того, что ребята из Минески пикнули Баунти Хантера, они, в общем-то, ослабили свою триплу очень серьезно. И этот Баунти Хантер должен сыграть в другом месте. То есть, он должен либо на миде помогать убивать, либо на топе помогать убивать. Ну, на боте уже вряд ли он кому-то поможет. Тут очень не имеет трипла. Ему нужен, по крайней мере, левел 3, чтобы тос был. Пока что у нас Джесси особо-то ничего полезного не делает. На карте он пару раз там прорасил Шрики, заставил его выпить банку. Ну, СФ чуть попроще сейчас стоять. В целом, он никого убить не смог. Он, кстати говоря, перетягивается на бот. У него Инвис и Джинада, Орбов вином, два танга. Тут, конечно, можно было бы пытаться хоть кого-нибудь подрезать, если как-то Сидеки начнут размениваться грубо, прям под вышкой. Можно реально наказать. Вот таким вот образом в агрессиво начинать тыкать. Так, Джинадка пошла, хорошо. Вот об этом я и говорю. Ну, тут сейчас шар будет, да, и Гардер в итоге таким образом спасает своего гирокоптера, а вот интерверно... И теряют интерверно, да. Плохо было сыграно Кул в данный момент. Он не акцентировал внимания на тех, кто непосредственно атаковал гирокоптера, а увидел там того, кто будет более лакомым кусочком для него и для его сочного нюка. Да, ну вот так вот пока что получается. Слардар на топе фармит, кстати говоря, не меньше Тайдхантера, что меня немного удивляет, потому что на самом-то деле Тайдхантер, он против милишников очень хорош. Можно сказать. Вот так вот ХЗ закупился, у него регена много, еще манга есть. Он может просто идти в крипов и, ну, Энчер Смэшем постоянно спамить и мешать таким образом Слардару фармить. Прежде чем Слардара коцать. Ну, у Слардара, правда, есть стики, поэтому особо там увлекаться Энчер Смэшем не надо, иначе можно их жестко заряжать, и таким образом Слардар даже не будет ощущать. Это Гангу, это Сэппо. Не ожидал, что на него Тускар и... Ну, тут мапа Варнас, конечно, подвел. Чудоуфин, да? Так называемый. Вроде бы нету Тускара на боте. Вроде бы понятно, что он может прийти в мид, а гангать. Может исти с респауна, может с этой стороны на него напасть, может с этой стороны на него напасть, может там пойти и с этой стороны напасть. Действительно, не просто Шудоуфин в позиции, но умереть сейчас было крайне обидно. Самое главное, что это Гардер, он без ромов жить никак не может, поэтому он его просто пришел и убил. Он уже два фрага оформил, фактически два ассиста имеет, и из трех фрагов он имеет два при своем участии. Опять же, я просто удивляюсь тому, как он играет на таких персонажах. Да. Ну и пока, глядим за остальными линиями. На топ мы с тобой так мало внимания обращали, здесь можно уже хотя бы сравнить то, что имеют у нас ребята. ХЗ с военной линии выформил 22 крипа сверху, имеют Райер, также имеет у себя 17-16 крипов. По сути, должно его оставить довольным, хотя на линии с Сайтхантером, реальным и личным героем, никогда не было просто стоять, всегда было сложно. Это мой результат, в принципе, для Райера неплохой, и как минимум, надеемся на появление Блинкдагера в ближайшее время. Хотя и здесь, опять же, может отметиться Гардер. Под хастой сейчас находится Слардар, что момент... Под спринтом, извиняюсь. Момент, может, не сам подходящий, так как урона по нему было бы больше. Вот она кончается, Гардер накатывает, дает реведж ХЗ, только получил 6 левел, и при помощи реведжа даже не удалось забрать Райера. Он просто уходит опять на спринте, отбросившись Станом. В один момент ребята просто все дизейбл из кастели, и так вот получилось неприятно, что Райер очень малое количество времени находился в дизейблере, хотя мог на самом деле в два раза дольше находиться в Стане. Его бы могли забрать. Вот, но не получилось. Пишет нам народ в чате, что на Dota 2 лаунжер ссылка неправильная на наш стрим. Но это из-за того происходит, потому что постоянно матчи там перетасовываются. Нам изначально сказали, что мы должны были комментировать Альянс и Хоум, но по определенным причинам нас поставили на этот матч. В результате там на лаунже тоже люди не сразу все воспринимают, да, не успели среагировать. И в итоге вот такая канитель получается, что часто на лаунже, что на матче Сидек Минески, что на матче, каком? LGD C9, там один и тот же стрим. Четвертый, то есть. Да, точно. Просто только что посмотрел. А, а я только что посмотрел там. Лучше использовать мультитвич. Как бы это вещь незаменимая. Удобная, удобная, достаточно. Друзья, есть мультитвич в группе Ruhaba. Ссылка на твич уже созданный, так сказать. Да, его там запилили админы, запилили организаторы турнира. Вы можете просто за раз смотреть четыре трансляции сразу же, да. Вот вы, например, видите, что там на каком-то стриме пауза, да, на другом там прям разгар сражения вы хопа там, футскрин врубаете и смотрите. Потом там что-то поменялось, вы обратно, и уже там можете. Достаточно удобная штука. Пользуйтесь на здоровье. Тем временем, КЗ сейчас попытаются забрать. Он аккуратно стоит, не высовывается, чувствует, что Финда там нету в миде, и там уже опять у нас ку-ку терпит. Все-таки выживает. Между прочим, Сидеки на боте не так уж прям жестко овнит этого антимага. Посмотри, у него все-таки там какие-то крипы имеются, 27 крипов, он агрессив, как накотался, кун накотался. Ну, тут реально такое очень плотное противостояние на боте. Не сказал бы я, что там откровенно прям победили у нас Сидеки. Да, они там этого Айма заовнили, да, они ему так далее так много фармить, как тому же самому Герокоптеру. Ну, с другой стороны, у нас Шедов Финд в Натворсе должен выигрывать Лину. Он там на 20 крипов, что ли, больше добил или сколько? Ну да, на 20 крипов. 22. А у него лучше крипстат. Я где-то не смеюсь. Не надайте, ну ладно. Я пока смотрю, что у нас тут дело и творят. Гардер вместе с Шикей выходит под смоком и явно этой цели будет являться антимаг и тут много не надо. На самом деле, одной лагуны здесь будет достаточно. А еще и сноуболом дело закончилось и даже без лагун обошлось. Класс хит сделал Шики. Ты говоришь, она тоже курочку подрезали Минески. Баунтихантер подрезать. Да, это, кстати говоря, опять же показатель того, что Баунтихантер делает на карте. Это очень хорошо, что он сейчас хоть как-то для команды какой-то бонус сделал. И сейчас вот-вот пятый левел, вскоре будет шестой и пока ситуация на карте далеко не в пользу команды Минески. Им нужно еще довольно долго расфармливать своего антимага и потом с ним как-то еще принимать участие в драках. Чтобы не было так, что вчетвером дерутся Минески, при том, что там еще и Баунтихантер, который на самом деле сейчас вот чем больше экспы, тем больше импакта он хотя бы выносит, что будет приятно. А там Гирокоптер будет драться уже фактически с минуты на минуту. У него шестой левел есть, что означает, что уже есть кулдаун. Пора валить. С этим кулдауном валить соперника. И сейчас они вот активно этим промышляют. Все же здесь находит Слардара, Райер. Сейчас так Рокет Берридж там может даже кулган бы потребовался, но он решил все же его не кастовать, но и без этого мы видим, что все-таки дэмэджа хватает. Да, и вот, казалось бы, получит Баунти Ханта свой шестой левел, вот будет хорошо сжить, да, треки, золото, быстрая мека, арканы какие-то, но это все лишь в теории, потому что на самом-то деле у Минески очень слабик. Посмотри, у них антимаг, который постоянно где-то должен фармить, да, то есть это герой, который будет находиться в другой части карты. А, так, что у нас за погоня за рейджингом судя по всему, да, ребят? Так, парочка, какая лов, хорошо, но РСЭП, скорее всего, погибнет. Здесь тут еще у нас и... Правда, подходим, погоди, Винтер Виверна сейвет рейджинга, рэвэдж имеется у Ханта, ну, на, тут-таки здесь все погибнут, сбежит Сларддар, Монобойт, минус лим, вроде как-то получится заменяться в Аф-2 пока что. Хотя бы не конвейер, но все равно не то, и явно не этого ожидали Минески в данном ситуации под Гирокоптер так идти и погибать. Да, забрали хотя бы Шики. Неплохо. Но Гирокоптеру денег нам досталось, угу-гу. 3-0-1, когда он уже начинает себе набивать, первое место на карте он уже занимает, СЦФ пока. Мало того, что здесь он еще и умер, так еще и... Видим, что Сэндж у него появится. Не знаю, это Гирокоптер от кулдауна, это как минимум не особо-то поможет ему. А Герыч там еще и вышку хочет забрать, правда Гриф прожимает Минески. В целом, это драки, опять же, в пользу команды СДЕК и счет 2-8 на табло нам это как бы подсказывает и говорит, что ребята пока ведут и карту занимают более-менее. Сейчас еще начнут пушить, учитывая, что вышку на топе спушили, вышку на боте могут спушить, вышку в миде спушили и контроль над карты все на Минеске теряют. А вскоре еще будут смолки и так далее. И вишен пока в уражеском лесу еще такой более демократичный от СДЕКов. Они в прошлый раз обставили весь лес абсолютно. Там бруда еще была вдобавок. Там еще было хуже дела. Почему мне вот еще антимаг не нравится, об этом я на стадии драфта говорил, продолжу все-таки твою мысль, которую я начал развивать, прежде чем у нас драка произошла на ботруне. У Минески, у них 4 героя, то есть они, антимаг у них где-то сплитпушат и у них 4 персонажа для того, чтобы как-то противостоять вражескому пику, для того, чтобы контролировать. Кстати, сейчас может агрессиво подрежут. А к тому же у них один из этих 4 персонажей это Баунти Хантер. Вот я не могу себе представить, как СДЕКи идут в пятером с Реведжем, с Микой, Аминески в четвером и вот у них один из героев этот Баунти Хантер, который ничего, кроме как трек повесить и дать тост по двоим, по троим не может. Как они вообще собираются драться здесь? Им нужно только как-то стараться гангать. Вот вроде бы убили Лину, отличная работа, но здесь в спину уже выдвигается пик команды СДЕК и похоже, что вот в капкан попали здесь Минески, пытаются забрать Миндаш, а то кит раскастовывает и не спает это сделать. Умирает и там с Реквиема освобождается. толку-то с этого никакого нет. Разменяли Лину ВСФа, Шила на мыло, СДЕКи, по сути, продолжают давить. Радиант структуры фортификации. Вот часто два вышка подвергнется массивной атаке. ХЗ с МЕК и Реводж у него через 3 секунды появятся, поэтому дефить эту вышку, по-моему, уже не получится. Хотя ульт Винтера Виверны. Так, демеджа нету. Какой-то сраный ульт Винтер Виверны получился. Еще из-за этого Джулза здесь накажут. Ну, вообще, его нельзя было давать в такой ситуации. Потому что нужно было дождаться хотя бы, я не знаю, Слардара или там Виталя, чтобы хоть пришел, потому что можно было попытаться убить Хантера. А теперь 100 секунд не будет ульта Винтера Виверны, а Реводж имеется. И у Минески вообще сейчас шансов в тимфайте просто нету Просто нету никаких. Им нужно продолжать сфальтовать. Им нужно для так, чтобы Куку отвлекал на себя внимание хоть кого-то здесь. Ускара, хоть Лины какой-нибудь. Чтобы Минески дрались, ну, по крайней мере, не 4 в 5, а хотя бы 4 в 6, тогда еще может быть кто-то получится. Так у них шансов очень мало в тимфайте. Ну, или какие-то ганги совершать, вот как Лину забрали. Все-таки у БХ сейчас есть трек, и он будет получать по 200 золота за каждый фраг, который команда Минески будет реализовывать. Ну, и благодаря этому собственно получится там применить какие-то айтемы БХ. Мека, я думаю, что должна быть именно у БАунти Хантера здесь. Очередной смоук, поглядим, появится ли у него Мека или вроде того, но нападать собирается и Сидек буквально по КД. Ну, ну, верно. Хотя, ну, мог и не знать этого, пришел он сюда все же за делом. Хотя у него тоже был смок, я думал, что он вард еще соберет ставить. Не поставил вард, вот, пожалуйста, теперь еще его убили и могут убить далее СФ. Вовремя выбирается из вражеского леса, из своего, извиняюсь, хотя уже можно назвать вражеским это лесом. Да, потому что у тебя Сидеки. Сидеки там настолько плотно обосновались, что уже непонятно, чей это лес на самом-то деле. Баунти Хантер вместе с Антимагом на спот, партийца Тускар, Тускар будет въезжать в БХ, скорее всего. Много народу. На топе падает Т2-вышка. Вот, Эдеки уже, им не обязательно даже в пятером ходить. Есть вот этот вот арбуз с Мекой и Реведжем, и гирокоптер, у которого 900 хп, лютый магический прокаст и армор хороший, то есть забрать гирокоптера с Тайтантером на пару, ну там вдвоем и втроем точно не получится. Так, напали на Райора, колдаун неплохой, шарды заперлись Лордара, Лордар отступает, и спринт, у него через секунду появится, спринт заюзил Райор, жмет стики. По этому же Лейна, только Крашану отступать и умирать от него, но это не совсем может получить у него, как мы видим. И не получилось в итоге. И попутно решили Седеки еще и Рошана забрать. Ну да, действительно, медалька у Виссаджа появилась, в этой игре он не покупает Меку, не покупает Аркантапки, да, как на предыдущей карте делал Ку, потому что, ну, медалька там появилась у Бруды и он был освобожден от покупки. Но артефакта здесь, конечно, медальку приобрести и, таким образом, можно будет легко взять Рошана. Да, пожалуйста, минус Рошана, а Ригес достается Шики. Дайер's top tower is under attack. Инст-левел у Лины, Теюл. Яша появляется у СФ. СФ, кстати говоря, вышел на первую позицию по Нетворсу, это хоть что-то. Ну, СФ он и должен, в общем-то, держаться на первых позициях, потому что фармит он невероятно быстрый. Если твой СФ где-то там третий на четвертой позиции, то это уже, как бы, не очень хорошо. Но на прошлой карте был Бристлбэк на первой позиции, к сожалению, это особо Минески много бонусов не давало. Он в итоге оказывался последним, и его забирали, просто в последнюю очередь забирали по степени важности и по степени, как быстро могут забрать таргет. Бристлбэк самый жирный и вливать в него весь дамедж, пока остальные разбегаются, был бессмысленно. Здесь СФ даже и первым будет. А мы ждем тем временем какие-то небольшие проблемы. У игроков хорошо, что они здесь какие долгие. Да и особых проблем там быть не должно. Очередную Т2-вышку будут Сидеки забирать. Сейчас как-то Минески против Т1-с этому наверное не могут. Будут в ответ Т1-на-топе путь. Но знаешь, меня тебе заят сложные сомнения, что сейчас ХЗ туда протонется и весь пуш обломится в Минески. Да там Лины достаточно, чтобы откушать, что она в принципе и сделала, они ушли в леса. Т2 забирают без каких-либо проблем. Сидек на боте даже подставили Сентреак на случай, если тут где-то был Бомбати Хантера или где-то будет. И отступают, по своим делам идут. Понимаю, что пока игра идет за ними и общее преимущество уже порядка 5000 золоти все же не так много в Икспе, как вы можете это заметить. Но пока игру свою Сидек развивают довольно-таки плавно и сейчас в мидгейме особо без конфликта у нас выходит. Но все-таки у Сидек пик как бы Тайт Хантер и прочие ребята как бы намекают, что не будут они просто так бегать и фармить. Если команда Минески как бы может за счет как-то антимага там и вейдить драки антимага и фармировать, то команда Сидек стать на месте просто так не собирается. Они идут к... Включительно так, да. И к тому же должны ребята примерно понимать, что у антимага в ближайшее время появится БФ и он начнет люто сплит пушить, так что надо подзатянуть пояса и все-таки набраться смелости, мужик забирать вышки. Тем более у Сидек для этого все имеется. У них есть Аегис, у них есть Тускар, у Тускара левел хороший, у Висаджа Медалика, у ХЗ, Мека, Арканы 11, левел 2, реведж, у Агрессив, сейчас Инжин Дьяш уже появится, он может уже себе ее приобрести. И нужно забрать просто последнюю вышку, о, прошу прощения, только что последнюю вышку Сидеки забрали, нужно уже потихоньку уйти, наверное, на Т3. Покупается два блинка, один блинк у Тайтхантера, другой блинк у Слардара. Слушай, все-таки у Минески не все так плохо. Я думаю, что прям совсем будет все печально, но они, по крайней мере, лишний раз не отдавались. Провоцировали их Сидеки, да, там вот на Т2 вышке вот на боте они там стояли и... Могло так получиться, что Минески пошли с дефть, все бы там умирали, но они не допустили подобные глупые ошибки, поэтому у них сейчас вроде как еще есть какие-то шансы. А Эггис через 2 минуты кончается, но Минески нужно очень серьезно окопаться на своем хайграунде. Бардар подрезали, вот это не очень хорошо, но это все равно не особо даст больше возможности Сидекам для того, чтобы поломать хайграунд, крипы все достаточно далеко сейчас, пока отойдут, пока их добьют этих крипов и там уже Славдар, собственно, заспавнится. Антимаг в это время работает по крипам. Сказывают в чатике, ребята, что Яхоумы вперед ногами вывезли Альянс. Ну, что ж, ничего удивительного. 50 на 50 там было, да. так, это то есть, что у нас получается, что верхнюю сетку выходит Ехоум, и они в одной группе с Альянс, да? Ехоум, Альянс, Сидеки, Именевски, это одна группа. Или я что-то... Ну, в общем, ладно, потом узнаем, что там получится. Разберутрии с нашей студии аналитики. Тем временем видим, что Гардер там у нас шел, искал, искал, не нашел. Просвет вражал явно в поисках Боунтихантера. Надеюсь, что где-то тот лазит рядом, но тот все же выбирает более другую несколько позицию, бегает по вражескому лесу, дает вижен ребятам, которые находятся на линии, сейчас пытаются допушить бедную Т1, которую они там уже сколько лет, сколько зим, и отсюда 3тп, и все, можно облабать. Свиндер Виверна в инвизи, смотри, сейчас может как-то развернуться. А вот СФ, если бы не этот ульт, сбили бы ему, конечно же, телепорт, так что Джулс лучше себя отдаст, чем отдаст СФ. Ну и к тому же Тайхантер Реведж поражал, так что не так уж и плохо. Я бы даже назвал это хорошим разменом для Минески в такой ситуации, учитывая, что Антимаг Владмир себе сфармил и продолжает сплитпуль. Реведж на Винтерскерс это выгодно в условиях таких экспансов, в которых живут в Минески. Они могли вообще потерять здесь и Винтер Виверну, и Шэдоу Финда, и Реведж могли Сидэки на самом деле. Если бы они, ну, если бы Винтер Виверна не ходилась бы здесь в инвизи как-то, да, или там, может быть, нашли бы Шэдоу Финда, кто-то пораньше бы туда подошел, не помешал бы ему сделать телепорт. Блэкинг Бар у него уже все-таки еще нету, да, то есть, да даже если бы Ллэкинг Бар, у него есть, есть Валрус Панч, который сбивает телепорт и действует в таких вот ситуациях, когда соперник КП прижимает. Вот, за счет сплитпуша стараются, конечно, ребята, как-то жить, и антимаг потихонечку, антимаг потихонечку догоняет соперника. Да, и явно не хотят там сражаться с 6-ти слотовым антимагом ребята с команды Сидэк. Линия вот то, что они сейчас отпушили, антимага-то не поймали, он убежал там. В общем, эту линию пушить надо в обратную сторону, но пока, видимо, на хайграунд сгораться не хотят. Как минимум, до следующего Аегис этого точно не произойдет, а вот уже потом надо будет посмотреть. Все же, своя айтема все еще пока возит гирокоптер БКБ на подходе, своя айтема также будет возить Лина, а гоним на подходе. Ну и там, что кому надо, еще вдобавок, там какие-то промежуточные айтема Тайтхантеру нужно. Мека Блинкдайгер, конечно, хорошо, Клок сверху имеется. Это и Глиммер Кейп, это еще лучше. Так что пока этим и другим надо опармливать. Реведжи нужно ждать элементарно. Тут даже действительно дело не только в том, что нужны какие-то артефакты седеком, нужны Аегис или там еще может какой-то Блэк Кингбар на гирокоптере, сколько реведж в первую очередь. Без реведжа они вряд ли куда-то полезут, потому что это чревато, чревато последствиями. Гем приобрел Виседж, это очень важная покупка, потому что когда антимаг сплитпушит, он руководствуется в первую очередь информацией. То есть, когда ты играешь через сплитпуш, тебе нужно понимать, когда тебя могут убить, когда тебя могут загангать, стоит ли сейчас отступить, стоит ли продолжить добивать пухов и не отходить и создавать какое-то напряжение для соперника на карте. И до этого Виседж собственно покупает Гем, чтобы антимаг ничего не видел, и чтобы сплитпуш ему было намного сложнее. Но с другой стороны там есть Amplify Damage треки, которыми всегда можно подсветить вражеских героев и антимагу тоже будет помогать. Вот и свои варды тут Q расставляет. Вместе с командой потихонечку втягиваются к хайграунду Минески Сидеки. Герокоптер пушит одну линию, другие игроки Сидеки пушат мид. И на линии, которая сейчас более-менее далеко находится, это бот, но похоже придется принять бой сейчас. Придется принять бой и хотят они этого или нет. Здесь будет попытка захода на хайграунд. Сейчас посмотрим, у кого из па... О! Нормально на Виверну. Это уже проблема перед Винтерскерс. Они многое теряют. Сейчас успех. Да, это Малтаж 30 секунд. Это отсутствует возможность спайбэка. Это спокойно сейчас будут кушать команда с Дек. И врывается Райер. Сейчас посмотрим, что будет в итоге. Оказывается, шардах СФ вынуждены прожить по КБ с его распачку удал. Под него как бы не попал. Сейчас Лордар. У него мало ХП остается. СФ разультился. Прогнал с хайграунда команду Сидек. Но они вернутся. Они допушат как минимум хотя бы один барак. Для них это уже были здесь вполне себе неплохое достижение. И мы смотрим, как они пушат пока. Сразу в милишный барак решили сыграть. Знаю, что скорее всего они к нему допушат. Хотя Рэнджовый тем временем бьет Агрессив. Значит, минимум два барака здесь собираются забирать. Рай вешает амплифайку. Фамильяра фактически не дамажит вышку. Сейчас Гагрессив вынужден подойти допушить ее. Без этого никак. СФ. Без БКБшки вообще в драку боится вступать. Хотя и довольно много ресурсов пустили. Но без Рэваджа дрались в следующем время. Это Сидеки приняли эту драку без Рэваджа. Поэтому сейчас очень опасно нырять. Как Камгардер налетел. Рэвадж в рай за ХЗ. Лишь один Райер под него попадает. Хотя этого будет достаточно, чтобы более-менее продлить время на хайграунде своем. Продлевать будет? Ага, забираем Сардара. Вайбэк и тут эти фикейшны. Ребята уже сжали Рэвадж. Летит кулдаун. Живут как в Минеске. И отгоняют соперника. Есть Монавойд. Еще пару пичек. Так. И жми. Не жалей. Хорошо. Забрали Тайкхантера. Нужно продолжать погоню. У. Отступает. Спрашивается тогда на хрена вы оба барака как-то били. Спокусили бы один и отошли. Слишком себя вальязно чувствовали ребята из Сидека. Сейчас еще, кстати говоря, все не закончилось. На ветрах. Ух ты, боже мой. Да, Сардартуз. Станом бы попал Шиким. Сардартуз спасся. У него лагуна была. На самом деле. Ну вот так вот получилось один байбэк. И Минеске, опять-таки повторюсь, текущий размен для Минеске он приемлем. Если бы они потеряли линию, это было бы уже ну плохо, да. А так они линию не приняли, да. Они заюзали байбэк на Сардаре. Но в общем и целом у антимага сейчас появится манта. Это достаточно неплохие опции. И Сидек нужно как-то уже наверное все-таки кипеть себя в руки и, ну не знаю, пойти добрать Рошана, пойти как-то попытаться поломать там линию или ну что-то в этом духе. Ну или в противном случае можно просто фармить стараться. Добирать свои артефакты. Тут еще есть куда развиваться и саппортом, и корп персонажем. Герокоптеру там вот он батарея начинает делать. Лина должна, наверное, аганим приобрести. Пантимага, чтобы его было просто убивать, потому что... Ну, Лины они не всегда аганим сейчас приобретают, потому что Лагуна в новом патче стала похуже. Лины, играя на корп позиции, они берут там всякие разные айтемы типа Платсторн покупают, потом Шиву, потом Кекс, короче, что угодно, только не аганим. Слушай, агрессивно-то у нас, кажется, заберут. Да? Они шли сюда без реведжа, вот в чем проблема. Они просто за свою ошибку платились, которую они совершили. До этого, заходя на хайграунд, били разные бараки. Мол, мы всех убьем, мы все добьем. Но не тут-то было, и сейчас без реведжа уже драка явно не в их пользу идет. Гирокоптер вынужден был байбетчиться. КЗ также остается, 20 секунд реведжа остается, они пытаются сыграть сейчас ПШСФа. Неплохо сработаны шейки, Лагуна уже пошла в ход, но подстанил Райер, не добили его, Сноубол закатился, Сноубол, все-таки они добьют СФ как бы то ни было, и Куку все еще остается в драке, ЛОХП таск, и там Лина тоже оказалась не в самым в игровом положении, но пока драка все еще идет, и пока более-менее справляются ребята из СД, хотя и потеряли Лину, а Грессик явно не станет драться лицом к лицу с Гирокоптером, хотя на помощь пришел Ку, пришел обомнить Хантер, а тот сделал Блинкаут. Короче говоря, это уже черт знает что, и никакого конструктива со стороны СД я не вижу, абсолютно. Могли бы, во-первых, сначала, изначально вернемся к истокам, добить барак, а потом не вот этим вот заниматься, чем они занимаются сейчас. Из их силы в ультимейтах, Хью тоже погибает, к слову. Из силы в ультимейтах, которые есть там за счет реведжа и всего-всего остального. А они просто пошли и как-то непонятно, что начали. А агрессив-то и вовсе вначале подставился. Ну, драка, конечно, получилась достаточно странная, то есть ССФ вышел слишком далеко, ребята пытались там забрать Тайдхантера, Краш заюзал Райер, и вот казалось бы, вот он Тайдхантер, вот возьми его, но сработан Кракеншел, и он вышел из Дизейбла, пришлось за ним там гнаться, его там подпить, в это время понимают, что Доквинт, опять-таки, хоть и Минески немного растянулись, и поначалу как-то вот получилось так, что они отдали Шедоу Финда, хоть и при этом сфорсили байбэк Геррокоптера, все могло кончиться для них значительно хуже, чем кончилось на самом деле. И опять-таки, что мы видим происходит с графиками, да, там уже всего лишь 5000 переменств у Сидек по золоту, по XP они вообще начинают проигрывать, ну, слушай, молодцы, конечно, Минески, молодцы, хоть и Сидеки сами ошибаются, ну, нельзя отдавать, нельзя не отдать должное ребятам из Минески за их хладнокровный сплитпуш и очень правильную игру при защите хайграунда. Так, сейчас, 40 секунд нету Винтер Виверны, есть Реведж, есть колдаун, Лагуна, все вроде бы есть у Сидек, и вот задача Минески как-то тэфить свой хайграунд, у них есть вертификейшн, Милитичный брак практически полностью отрегенился, ну, что, тут, наверное, возможно, придется даже отдать линию, потому что, ну, 25 секунд может хватить Сидекам до того, чтобы поломать, ну, тут уже не очень хорошо, конечно, то, что линию ребята потеряли, но, опять-таки, не критично, в конвертах хайграунде устроить великолепный фокус, в антимага показали, в том числе и контроль, он просто не вышел из стана, и весь фокус пошел в него, и мало того, что у него еще есть, конечно, возможность байбека, ну, и как минимум, пытаются его, наверное, спорсить, СР тоже там, можно сказать, принял драку, взял БКБ, но недолго песенка звучала, недолго фраер танцевал, мыренько его с Лагуны забирают, Лагуна-то, кстати говоря, с Аганимом, поэтому и БКБ не помогло, агрессиво здесь пытаются напасть, Сноубову помогают, и вновь мы видим, как Куку уже после байбека, как бы не оказалось это дайбеком, хотя там очень неплохо сработал мановой, демеджи нанес, он довольно-таки много, при этом еще сумел выдать блинкал, и Райору здесь тоже не досталось до конца, прям так, ну, тем, что спушили уже линию, могут быть рады, ребята из команды Сидек, хотя и, опять же, деньги они некоторые отдали, но спорсили байбек и много чего еще, и в итоге по экономике можно сказать, что все-таки ребята, даже если, может быть, как-то дали денег сопернику, все равно шаг Да, забавно, конечно, получилось, антимаг выкупился, он особо-то денег не приобрел за эту драку, но, по крайней мере, отогнал своего оппонента от хайграунда, и сейчас вот будет пытка брать Рошана, все-таки Слордар играет за Минески, и этот амплифай дэмэдж, которым Слордар обладает, позволяет очень быстро Рошана подрезать, там, шестнадцатый уровень у Тайора, да, это Аегис, о, о, так, пришел у нас Тайкантер, я больше у него нету, Аегис, в итоге, это АМ, очень опасная драка здесь для команды Седек в первую очередь, но уже смогли забрать в интервью Верну, разменяли ее на Виседжа, попытка добить еще Тайкантера будет, стан от Райора, отличный просто стан от Райора, баш прошел, и блинкается, антимаг, продолжаться как-то, понятно, за Линой, похоже, что нет, все-таки не продолжается, ну, тем не менее, тем не менее, Седеки, вот, пытаются в каждом, каком-то, своем действии, получить выгоду, но, скажу я тебе, весьма смутно, это так получается у них, они вроде поломали линию, вроде сфорсили байбек, антимага, а вроде, ты человек погибло, антимага уже, вот, две с половиной тысячи золота, Аегис, Манта, с Владмирсом, помимо БФ, и сейчас еще Башар появится, не знаю, что тут, кстати говоря, Куку будет делать, Башар, Батерфля или, БКБ, ну, БКБ, теоретически, конечно, хорошо бы смотрелось, несмотря даже на, Лагуну Лины, которая его пробивает, но все равно, стоять там, в стане от Реваджа, стоять в стане, от Шара Тускара, в стане от Фамиллеров, и получать, какой-никакой, демаж от Гирокоптера, все равно, вряд ли он будет, КБ покупать, то тут это самый, наверное, оптимальный вариант, у Гирокоптера пока что, Батерфля еще нету, поэтому, прям нет такой, острой необходимости, в Манте Кингваре, но, надо понимать, что Агрессив, очень скоро, свой Батерфляй докупит, его уже пробивать, так просто не получится, но все-таки, знаешь, что таких айтемов, как МКБ, еще долго-долго, придется пока терпеть, ребятам, и, судя по результатам, не так уж у них, это успешно, ой-ой-ой-ой-ой, ну, что-то было, как бы-то так, но слишком, по-моему, ХЗ, поступает агрессивно, да, не своевременный, реводж, я думал, хотя бы инициацию начнут, ну, не с него, они так хотят кого-то забрать, из команды Минецки, понимая, что возможности байбека, не будет там, ну, практически ни у кого, кроме СФ, а вот даже вот так пытаются, самым, подцепить кого-либо, ребята просто сейчас из Минецки видели этот реводж в пол, и они не собираются открыть долгий ящик, потому что, все-таки, Аегис у них, а реводж это один из главных скиллов, который есть у тек, если он в кулдауне, то, Минецки могут провести, гангов, атак, или, спушить какие-то вышки, но, посмотри, в миде они уже поломали, на агрессиво выходит, Райор, так, и, кажется, разума, сейчас, Райор, прожал БКБ, что мы лагуны его отправляют в Таверну, наверное, на этом драка закончится, да, для них, я бы сказал, она и не началась, сейчас, очень классно выглядит, опциональное решение собрать Аганим на линии, если ты говорил, что да, после патча, действительно, теперь рейндж, все равно, не такой большой, в данной ситуации, когда герои, команды, Минески, имеющие БКБ, не такие толстые, выглядят весьма неплохо, это мое, пока выиграли, немножко свободного времени, для себя, в деке, и вновь же, свободное время, они тратят весьма, интересно, нерационально, вновь в Смоук, и вновь, в надежде напасть на соперника, видим, там, ну, понятно, неверно, попытается сделать, и палты, и фамильяры, чуть-чуть, буквально, не успели, прервать каст свитка, 13-23 счет, напомню вам, сверху видно, и теперь, интересно, чем закончится Смоук, ну, Антимаг, это вкусная цель, весьма, ох, как они разошлись, это уже, Шики делал блинк на Антимага, Антимаг сделал блинк обратно, буквально доли секунд, на них, тем временем, появляется Тарасочка, у Антимага, весьма, неплохой артефакт, решил Куку, его приобрести, вместо Башера, считал, что Дизейбла хватает, Минески, да, Тараска здесь действительно смотрится самым таким правильным вариантом, прожали Минески Смоук, Слардар выходит на спринте, первую позицию, для того, чтобы инициировать, но, похоже, Седеки, кажется, прочухали, возможную атаку, и, взбирается на горочку, так, но, они сейчас видели лишь соперника, они не видят информацию в реалтайме, как говорится, в данный момент, поэтому не стали рисковать, они видели лишь, что они туда пошли, но, при этом, гнаться за ними не стали, так как, но в хайграунде бы находилась команда Седек, хотя, вот эти, знаешь, довольно смелые попытки Смоук уже не только от команды Седек, но и от Минески, забегают они, также, на соперника, в надежде, кого-то достать, но все-таки, разница в нетворцах, там не сильно высокая, сейчас, Минески, вполне себя чувствует нормально, по, золоту, Антимаг равнялся с Герокоптером, СФ тоже денежки имеет, вот у него БКБ, Сэнджин, Яша, Доминатор, 3200 золота, кстати говоря, еще у Рейджинга есть, может быть, мы увидим какой-нибудь Скади, что касается других героев, что у нас есть у Баунти Хантера, Баунти Хантер, кстати, он решил тут Мекку не покупать, потому что деньги у него появились слишком поздно в этой игре, Мекку уже мы вряд ли увидим от Джесси, а вот какой-нибудь Лотус Орб смотрелся бы здесь просто великолепно, или Солар Крест, я не знаю, Солар Крест есть на команду Минески, нету, но вот Солар Крест надо купить, надо купить Лотус Орб, что Винтер Виверни, что Баунти Хантеру, чтобы сейвить там тиммейтов от всяких шаров, и вот Таргет Нюкка есть у Сидек, у них там достаточно большое количество неприятных скиллов, не знаю, Лина Хекс будет покупать в этой игре, нет, Лина купила себе плейтмейл, это говорит о том, что Шики собирается приобретать Шиву, но все равно, Лотус Орб артефакт очень полезный, практически в любых ситуациях, они, практически в любых ситуациях, против любых пиков, есть смысл купить хотя бы один Лотус Орб на команду, чтобы обмазать там своего либо Кэрри, либо Мидера, и там, скажем так, спокойно в драке, вот что же касается остальных артефактов, ну, Винтер Виверна, она на самом-то деле, помимо Лотус Орба, могла бы приобрести себе рефрешер, обычно у нас Винтер Виверна поступает, покупают сначала Глимер Кей, потом там по ситуации, если прям совсем все хорошо, можно и даггеры, и форс стаф, и какой-нибудь другой айтем купить, а если вот так прям зажимают, то рефрешер, который появится у Джуза, он может вообще решить очень многое в драке, так, времени у нас Баунти Хантера забирают через шар, то вот герой Баунти Хантера, его достаточно легко убить, если он подставляется. Ну что ж с ним, что без него, я смотрю, все-таки вижу стремление Сидек вновь зайти на хайграунд, правда, пока их останавливает то, что у них нет Аегиса, они сделают это гораздо лучше, а еще и не факт, что им еще он достанется, я бы сказал, что Минески имеют вполне себе интересную возможность поконтестить Рошана с Винтер Виверной и Сэфом, ну и с Ландаром, само собой, на врыве. Он-то, кстати говоря, с Гемом, так что поижного они сейчас еще могут подрезать команду Сидек и несколько получить себе преимущество. Ну вот Лоту Сорб, кстати говоря, приобретает уже Тускар. Если касается Сидеков, то им Лоту Сорбы также нужны. Не менее хорошие скиллы имеются у Минески. Во-первых, Амплифай Дэмэдж, Трек и Винтер Скерс. То есть Винтер Скерс, если, ну он не диспелится, по крайней мере, можно назад вернуть. Получится сделать, опять-таки, Трек может перевернуться с ног на голову. Вот. Ну а Амплифай Дэмэдж и Треки, их можно диспелить. У тебя повесили трек, юзаешь Лоту Сорб на кого-то или на себя и все, трек с тебя спадает. То же самое касается Амплифай Дэмэдж. Поэтому очень полезный. Ты и Тускару, в общем-то, больше ничего и не надо для жизни. Так имеет неплохой Нетворс. Все айтемы, которые нужно иметь, у него есть. Медалька есть у Витседжа, поэтому ему там не обязательно иметь медальку. Так, ждут Рошана у нас с деки. Ну еще бы. Остается буквально считанная минута. Сейчас увидим, сколько бонус тайма прокнет. Маму интересно, минута с копеечками. Через минуту Рошан уже будет готов из дек. Такая имеют все свои ультимейты и все остальное. Я даже не знаю, если только подвернется какая-то прям офигительная офигительный момент, где можно будет как бы подраться, тогда, наверное, будут сливать все, что имеет атак. Пока, наверное, вряд ли у них это стоит в приоритете. Максимум, что там, подпушить линии, подфармить лес, получить там, дофармить айтемы, которые хотят. У гирокуптера, к примеру, четыре с лишним тысячи. Сейчас посмотрим, что он все-таки себе купит. Ну, сатанец, скорее всего. Не знаю, что ему там еще приобретать. Нет, ну, можно, конечно, через слот еще сатаник приобрести, но вместо аквилла, допустим, да, какой-то либо айтем. Но, в принципе, уже сейчас вполне возможно. Ну, байбет, наверное, оставляет у нас агрессив денежку, потому что шутки шутками, а можно умереть и дать пару линий. По драке. Поставшие иметь такую ситуацию. И забирает гирокуптер, сыр у нас достается линии, естественно. И ребята уже более-менее так смело идут на хайграунду. Сопернику там разворачивается драка, гардера пытаются забрать, лагуну с лордара, с лордар умирать, все временем антимах на топе с сэфом принимаются за параки. Тут делают сэдеф, а это сэдефать? А у них, погоди, телепорт это есть, телепорта у тайтхантера нету, у висаджа нету, гирокуптера тоже нету, и у Лины нету телепорта, то есть это только в трон похоже. То есть делается дэк, посмотри, дезолятор, слушай, я сэф-то дезолятор купил, и в трон идут? Да, и в трон идут. Внезапно, лол! Ну, там пока прожали глиф, все еще есть кому дэпить, к тому же еще и байбэк нас в слордар, так что продвинуть, хотя бы продвижение замедлить, у них есть, а те сейчас уже добивают тир 4. А эти только принялись убивать соперника, да, убили слордара, кастуется кулдаун, они убивают сейчас только один, но пошла тпшка назад, приходит Таз хоть как-то замедлить продвижение, иначе они просто убьют трон, они играют в него, гардер сделать ничего фактически не может, трон уже падает, если мы обратим внимание на команду Минетки, у них все еще стоит там, на хайграунде у них все, приходит гардер, и забирают они трон! Они просто забрали трон! Сумасшедшая игра, ну вот тебе и ответ, что нужно было делать с теми 4 тысячами золота, которые были у Гирокоптера, купить тебе софт-трэбл. Что нужно было с ним сделать? Просто тпшку! У него, кстати, Аквила там была, да, или он выбросил? Нет, он ее выбросил. Ну, забавная игра, конечно, получилась, в итоге мин...